Подожди, что мы остановились? Мы остановились на том, что это нелогично до часу. До часу действительно нужно натариться, набухаться, до десяти, все. Хорошо, до десяти часов вечера. Ну, натарились они до десяти вечера. А, они могут и до десяти натариться. И мы все позакрывали. И мы все позакрывали. Тогда они будут вот это, то, что натарились, пить один в кустах на одном станке, а второй в кустах. Штрафуйте за распивание в общественных местах. Ну, их можно не найти. И они будут развеяны по всей территории Баштанки. А сейчас они концентрируются. Если они до часа ночи, значит, мы знаем места их концентрации. Я понял. Изначально, как бы, я понял. Изначально мы принимаем то, что они... Ты сам, кстати, пьешь? Ну, естественно. Ну, коль соль. Ну, ладно, конечно. Ну, правда, правда. Ну, в общем, мы соглашаемся с тем, что они пьют. Ну, только Аллабхай пьют. Нет, мы не соглашаемся. Нет, ну не вы, не мы. Не ты лично. Давай, чтобы мы помнишь. Мы не ищем виновных. Мы исходим в ней. Ну, как, молодежь. Да. Мы сейчас ведем речь у подростков. Ты же понимаешь, если мы их сейчас не спасем все вместе, не выясняя, кто виноват, потом будем выяснять, кто виноват. Вот когда уже спасем, вот будем потом сядем и будем выяснять. А кто же был виноват, что мы были на краю гибели 10-15 лет и хана нам? И вам Баштанке, и Первомайску, и Вознесенску, и Николаеву, и Украине хана. Тогда будет поздно, конечно. Понимаешь? Через 15 лет будет нам матюкнуться хочу. Я не умею пипи делать. Поэтому вот тут, мол, кардинальные меры нужно принимать. Кардинальные. Ну, значит, тогда нам должны помогать законодатели. А не помогают? 6-800 штраф. 6-800 штраф. Очень помогают. Ловите компанию малолеток, а в компании сидит Аболтус, которому 18 лет и один год, и один день. Он уже три года имеет. Я забыл номер статьи. У него уже трешечка. Не знаю. Значит, я буду... За распитие, малолеток, за распитие. Есть 180-е статья. Не, не помню. Выведение неполноризм для доставки алкогольного спьянини. Сколько? Там 102-е, 130-е чем-то штраф. Что 102? 180-е статья. 100 гривен? 102 гривен минимальный штраф. И плюс еще 17, еще плюс 17 максимальный штраф. Это за наркотики. А давай чисто за наркотики поговорим. Торгуют у вас наркотиками? Твое мнение? Ну, так, конечно, естественно. Ну, так, естественно. Как и неестественно торгуют. Как и неестественно. Да, торгуют. Торгуют, но... Здесь уже, конечно, конкретной информации у меня нет. Понятно. Потому что я не веду это направление. Это чисто милицейское направление работы. Хотя мои работники очень часто идут на мероприятия понятыми туда. И так дальше. Ходят твои ребята понятые. Да, торговая, контрольная закупочка идет. Тоже делать. Вот именно мои. Мои ребята помогают в этом милиции. Очень нормально, существуют. Молодцы, ребята. Не боятся. Ну, если это не работа. Общественного мнения. Ну, не боятся там. Нет, конечно. Молодцы, молодцы. Да, вот, да. В мероприятиях, да. И в течение года мои могут участвовать в 6-7 мероприятиях, которые проводят в милиции. Сколько ночных клубов все-таки у вас? Четыре в центре? Четыре в центре. Шесть. И шесть по баштанке. Шесть, да, шесть по баштанке. Именно таких самых больших. Десять ночных клубов? Нет. А, четыре в центре и два. Еще два. Еще два. Ну, до хрена тоже. Нет, конечно, больше. Есть еще на обезной. До десятка. Все-таки до десятка. До десятка. До десятка. А люди там, как, нормально? Наверное, что они не в поле эти ночные клубы. Прямо в домах? Нет, есть одни. В домах у нас практически нигде нет ночных клубов. У нас стонет. У нас один ночной клуб в доме прямо стонет. И ничего не могут сделать. У нас раздельные. Нет. У нас нету в жилье. Как бы хоть ради этого шума. Раньше было, да. Но потом, да, был один ночной клуб у нас в доме, где была одна квартира. Но, опять же, мы очень сильно и долго боролись с этим делом. Все-таки владелец этого клуба выкупил у этих людей эту квартиру. Купил им дом частный. И поэтому там уже... Не попрошел просто. Но это по-честному выкупил дом. Это нормально по-честному. Конечно. А у нас, блин, люди живут в аду. Можешь себе представить? Я представляю. Поддокными постоянно траки. Постоянно... Испражнения. Испражнения. И ничего не могут сделать. Крики и маты. И ничего не могут сделать. Какая-то такая крышуня такая очень. А, ну, крышевание. Сделать-то можно. Сделать можно. Все нормально. Потому что каждый год они обновляют свои лицензии на продажу у кого у них выпитков. А это дело должно погодживаться по-украински. Как будет по-русски? В общем, я... Да нет, разговаривай на украинский. Нет, я в принципе говорю по-русски, но пишу все по-украински. Погодживаться все органами своего саморядования. И поэтому, когда выдается эта лицензия, они приходят сюда. Раньше это был дозвел на размещение объекта торговли. Сейчас новым налоговым кодексом скасовала, я тебя назвала. Тут у нас было хоть какое-то влияние. Но, тем не менее, когда он берет лицензию на алкоголь, на это надо разрешение Горсовета. Вот если мы знаем, что у нас есть объект ночной, где постоянно идут жалобы, кошмар, нарушение режима работы и так дальше. Горсовет просто вправе не дать ему разрешение на продление этой лицензии. Вот это один рычаг. Это рычаг? Это рычаг. Дальше пусть они попробуют поработать без лицензии. Нет, конечно. Из-под полы продавать алкоголь, ну, это ненормальная работа. Это много рычагов влияния. Очень много. Конечно, много. Опять же, рычаг порушения тысячи в громадских местах. Это в милиции составляет этот протокол. Что, 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 який? Порук? Правила. А, порушение тысячи. Порушение правил на держание тысячи, да. Там тоже есть очень хорошие, серьезные штрафы. Там можно конфисковать аппаратуру звуковую. Опять же, с этих милиция просто не очень занимается этой практикой. Вот практически не занимается. И мы были инициаторами, в частности я, Горсовет. Ну, не срабатывает. Тут даже на санстанции замерять своими приборами эти уровни шума и так дальше. Хотя это величайший рычаг. Там очень большие штрафы. Очень большие штрафы. Можно это использовать. Много рычагов. Но эти рычаги просто не используются нашими державными структурами. Державными. Рассказываются свои граммы. Это у нас Диоркоин. Это 2004 год. Да. Это Кучма еще. Да. Это 2004 год. Белоконь, который в Россию ехал. Это у нас начальник управления внутренних дел Купианский был у нас. Сейчас он находится, по-моему, в Донецке. Это Горкуша, губернатор. Василий Николаевич. Горкуша. Это у нас своего мэра. Кстати, Анна Станиславовна к нам заходила. Начальник милиции, райотдела. Давно у вас здесь работает начальник? Нет. У меня нет. Это сейчас недавно. Сейчас недавно. Это глава администрации, глава района и рады. Тоже мэр Яворский. Кстати, вот еще вот здесь наш самый первый. Как это Яворский вспоминает? Нормально. Это начальники милиции. Шпылевые, щербак. У нас их много было. А это вот все твои функциональные обязанности? Да. Это да. И повномажение, и повномажение. У нас мы нарабатывали и металличики. У нас немножко, может быть, морально повторили. График патрулирования. Супер. Супер. Смотри, нету такого никого. Я не знаю, может, иди тихо рякзи. Я не знаю. А это что? Ну, это, это что? Нет, и райотдел, это, конечно, Наталья по хороших примерах. Камера, у нас еще была сила. Да, была. Это поветочка.